Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В 2016 году система Платон собрала с владельцев большегрузов 22 миллиарда рублей, наполовину меньше, чем планировалось. Вполне очевидно, что это связано со снижением в два раза изначального тарифа – 3 рубля 6 копеек. Все деньги, заверяет Министерство транспорта, пойдут на реконструкцию и строительство дорог. Кстати, введение первоначальной ставки запланировано на середину апреля. В связи с этим дальнобойщики готовят акции протеста, в том числе и в Кирове, 27 марта. Трасса 101 Депутаты Госдумы вскоре рассмотрят законопроект, разрешающий привлечение водителя к ответственности на основании записей видеорегистраторов и других гаджетов. Как рассказал один из парламентариев, в случае одобрения инициативы будет выпущено мобильное приложение, позволяющее отправлять видеозапись в ГИБДД. Написание заявления при этом не потребуется. Трасса 101 90% жалоб на страховые компании, которые поступают в Федеральную антимонопольную службу, касаются ОСАГО. Это данные за последние три года. Главным образом, автовладельцы недовольны навязыванием дополнительных страховок и технического осмотра у своего специалиста. Также в топе жалоб очереди и некорректный расчет коэффициент бонус-малус. Больше всего нарушений ФАС выявила в Приворском и Южном федеральных округах. Стала известна стоимость системы Эроглонас, которую необходимо установить на ввозимую в Россию иномарку. Как сообщили представители оператора, сумма не превысит 25 тысяч рублей. Это сам прибор плюс работа. Абонентская плата не предусмотрена. Отмечу, что 2-3 года назад, когда система запускалась, ответственные лица заявляли, что оборудовать свою машину тревожной кнопкой сможет любой желающий. Назывался и примерный ценник. 3 тысячи рублей. ТРАССА 101 Одна из федеральных служб вызова такси к Международному дню таксиста 22 марта выяснила самые популярные машины для извоза в разных регионах нашей страны. В центре и на северо-западе России первое место досталось Рено Логан. В Сибири более дорогой Тойота Королла. На Дальнем Востоке таксисты предпочитают Тойота Приус. На Урале – Деонексия. Лада Гранта лидирует в Приволжье. Ладу Приору обожают извозчики на Северном Кавказе. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова